Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Елена, наша рубрика Усадьба для души. Наши ролики про инжир, а мы сегодня будем говорить именно о нем. Я разделилась специально на два. В одном из них я расскажу вам, как вы пытаться его выращивать круглый год в саду, а во втором расскажу о том, как все-таки его выращивать в комнате, если вы уже пустились растить это растение. Растение инжира относится к семейству Тутовых. Именно к тем же самым растениям, к которым относятся все наши фикусы. И в справочниках по садоводству вы его найдете не только под его названием инжир, но и как фикус калька. Он обыкновенный фикус, только имеет съедобные плоды. И естественно, что помимо того, что он нам известен как фикус, его еще могут называть пина, ягода, смоковница, вот смоква, ну и в частности инжир. Так что все это мы говорим об одном и том же растении. Самое интересное, что это растение известно нам еще из библейских времен. Могу напомнить вам, что Адам и Ева, вкусив по наущению змея плоды познания, вдруг обрели не только познание, но еще стыд. И в результате решили прикрыть кое-какие места. И тут воспользовались первой в мире одеждой. То есть фиговым листом, то есть фиговый лист, то есть дерево фиги, это тоже лист инжира. Так что, глядя на этот листик, всегда помните, что это библейская первая одежда Адама и Евы. Ну, как вы понимаете, коль мы говорили уже о библейских временах, было бы интересно вспомнить все-таки, сколько лет это растение с нами. Но тут надо говорить не лет, а тысяч лет. Первые заметки о том, как выращивали инжир, к нам дошли из Древнего Египта, им было 4000 лет. Так что, как вы понимаете, мы смотрим буквально на живую историю. Говорят, что инжир стали выращивать в Египте, в Аравии, а к нам в субтропическую зону они пришли, инжиры, уже в более поздние времена. Сейчас их активно выращивают на южном береге Крыма, в Закавказье, в Средней Азии. Там они уже организовали буквально дикие рощи и очень любят селиться в ущельях вдоль горных рек. Так что, вот такое вот у нас растение. Как его можно попытаться вырастить? Существует два подхода, совершенно диаметральных. Это выращивать круглый год его в квартире или попытаться выращивать его даже в саду. Вот сейчас о попытках выращивать это растение в саду я вам расскажу. Что еще необходимо знать об этом растении? В трофической зоне оно выглядит, как фундаментальное дерево. Там ему, собственно, ничего не угрожает. Хотя, инжир без всякой потери для красоты может выдержать заморозки до минус 10. Естественно, что в этот момент оно должно уже быть без листьев. И тут уместно было бы сказать, что перед нами листопадное растение. Оно живет по тем же принципам, как все другие растения. То есть осенью сбрасывает листья, зимой находится в безлиственном состоянии, весной начинает их отращивать новое. Таким вот образом оно растет. Поэтому всегда об этом помним, что растение листопадное. Кроме того, мы его знаем за его сладкие плоды. Каким образом они завязываются, где и как это выглядит. Растение это двудомное. То есть, что я подразумеваю под словом двудомное. То есть у него есть мужские и женские цветки. Завязываются они в пазухах листьев. Вот там, где у нас листья прикрепляются к черешку, там завязываются и цветки. Вдаваться в ботанику и отличать женские от мужских цветов совершенно не обязательно. Дело в том, что, как бы то ни было, ягоды у нас должны все равно завязаться. Почему я так говорю? Дело в том, что в природе инжиры бывают совершенно разные. Для многих из них нужен специальный опылитель. В природе существует такая оса инжирная, она называется бластофага, которая и занимается опылением именно инжира. Вот такой узкий специалист в этих вопросах. Но она живет только там, где круглый год тепло. В наших условиях ни о какой осе бластофаге мы мечтать не можем. Поэтому селекционеры вывели партенокарпические сорта. Это так называемые те, которым опылители не нужны. Какой у вас инжир, будет очень трудно понять. Поэтому, обзаводясь инжиром, постарайтесь найти именно тех заводчиков, у которых вы явно можете наблюдать, что у них на пустах произрастают плоды. В конце концов, вы можете и сами развести себе инжирную рощу. Как это сделать? Находясь в Крыму или на Кавказе, вы можете отломить черенок этого растения спокойно, в пакете привезти его домой. Самое главное, чтобы вы видели, что это растение плодоносит. Дело в том, что тут надо уже упомянуть, что растения инжира можно двумя способами размножать. Это черенком и семенами. Можете посадить и семена из плода. Но дело в том, что растения вырастут. Вопрос только в том, когда они вступят в плодоношение. Мы же хотим сами кушать плоды и побыстрее. Соответственно, сеянцы будут готовиться к плодоношению до 10 лет. А черенок может дать плоды уже на второй год своей жизни. Поэтому, конечно, мы расположены к черенкам. Теперь, я вам обещала рассказать не только о той физиологии, которую мы сейчас только что с вами обсудили, а, например, как это растение можно выращивать в саду. Совершенно понятно, что с весны до осени это растение себя будет чувствовать комфортно у нас в саду без всяких проблем. Вопрос в том, что с ним делать зимой. Существует на этот счет такой подход. Вы можете выращивать свое растение в катке. В этой катке оно у вас живет с весны до осени в саду. Как подкармливать и прочее, я вам расскажу чуть-чуть отдельно и позднее. А потом, что делается зимой. Доведите растение до сбрасывания листьев. При этом на нем останутся плоды. Нейте ввиду, потому что у нас инжир дает за сезон два раза урожай. Первые завязи у нас будут образоваться в мае и будут висеть на инжире до октября. А параллельно он еще будет завязывать вторую волну своего цветения и плодоношения. Поэтому спелые плоды можем уже убирать в октябре. А те незрелые спокойно останутся на дереве после сбрасывания листьев. Вот такая интересная специфика. Берем эту катку, в которой мы растили наше растение, отправляем ее в погреб. Прямо в темноту и ни о чем не переживаем. За зиму один-два раза польем, если у нас недостаточная влажность в погребе. Хотя там должно быть относительно влажно. В таком состоянии, с плодами на веточках, но без листьев, ваш инжир находится в погребе. К маю месяцу, в середине мая вы его уже опять определяете на вынос на улицу. Где оно продолжит свои плоды и те зеленые, с которыми он зимовал, делать сладкими. В мае зацветет опять и будет повторное все движение. Это один из самых таких, в общем-то, трудоемких, поскольку катки таскать очень трудно. Но, в принципе, проверенных способов, как можно держать инжир в доме. Очень рекомендую, в принципе, если в доме есть мужчины, занести, вынести катку. Это все-таки по силам. Таким образом, вы всегда будете знать, что ваш инжир не вымерзнет. Напоминаю, что в безвестном состоянии минус 10 переносит без проблем. При минус 20 вымерзает до грунта. То есть целиком вот этот ваш ствол будет погублен. Поэтому. Но есть мастера своего дела. И, в принципе, я тоже решила об этом задуматься в полотную, который выращивает и в полосе, например, Украины, ну, в географической полосе, как вы понимаете, выращивает инжир в грунте не только там на Кавказе и в Крыму. Что делать, я вам сейчас расскажу, каким образом это делать. Во-первых, с одним черенком отправляться в плавание с инжиром нецелесообразно. Поскольку правильнее было бы учитывать то, что ему иногда нужно переопыление и прочее. Какое-то насекомое все равно сядет. Поэтому сажаем черенки в сад попарно. И пар таких желательно с разных мест, чтобы у вас были от разных, это в конце концов, разные черенки с разных деревьев. Сажается попарно. Значит, как вы понимаете, вертикальная посадка вашего растения нецелесообразна, учитывая, что оно может вымерзнуть. Поэтому для того, чтобы максимально сохранить крону своего дерева, выращиваем его не деревцем, а кустарником. Не более полутора-двух метров позволяем ему вырастать. И кроме того, сажаем их под углом 45 градусов. Пусть вас такая посадка не смущает. Сажаем, объединяем черенки по два. Рядом и сажаем как бы по кругу. Рядом еще черенки. И таким образом у вас замкнется круг. Кроны будут смотреть в центр. Для чего все это делается? Я вам сейчас могу объяснить. Вам надо самое главное спасти от зимних морозов ваши растения, которые, можно сказать, должны кратковременно пережить вот этот вот период сильных морозов. Как люди сохраняют свои инжиры и выращивают прямо в груди. Вокруг всех ваших растений вы должны будете к зиме установить щиты высотой примерно в метр. У вас должен получиться короб вокруг них. Вовнутрь короба осенью вы закидываете как можно больше листьев. Потом на эти листья зимой упадет снег. Таким образом, там под толщей вашего утеплителя есть вероятность, что инжиры прекрасно себя будут чувствовать. И вот эта посадка под углом 45 градусов позволяет очень легко накрыть ваши растения. Было бы худо, если бы они были двухметровые, чтобы как бы вы их закутывали. Если вы рассчитываете на то, что вы вырастите его прямо и просто обмотаете каким-нибудь утеплительным материалом, это ненадежный способ сохранения инжира. При таком варианте посадки, как я вам сказала, его вполне можно весной отрыть. Из этих листьев убрать щиты. И прекрасно растение продолжит расти дальше. Существует другой вариант еще посадки, когда сажают растение поодиночно, тоже под углом 45 градусов. Отросшие ветви его, вот, рядом выкапывается траншея, и люди укладывают ветки, сверху прикрывают землей. Траншея глубиной копается всего 25 сантиметров. Вот, туда укладываются ветки, хорошенько прижимаются к земле, сверху набрасывается земля, листья, примерно вся эта у вас подушка должна быть выглядеть сантиметров 40-50. И вот в таком вот насыпном состоянии инжиры тоже неплохо зимуют. Эти способы проверены в полосе Украины, в частности во Львовской области, под Киевом. И инжиры там вот таким образом очень неплохо себя чувствуют. Как видите, инжир можно выращивать и попробовать выращивать в грунте круглый год. Но надежнее, на мой взгляд, будет то явление, когда мы летом его выращиваем в катке, а зимой храним в погребе. О том, как содержать растение в течение года, я вам сейчас более подробно расскажу. Самый распространенный и правильный вариант, как размножить это растение, как завести себе инжиры, это черенки. Так что, отдыхая на Кавказе или в Крыму, можете отрезать черенок любого понравившегося вам инжира и дома его пробовать укоренять. Каким образом укореняется? Напоминаю, что инжир относится к семейству наших фикусовых, поэтому у него тоже, но также выделяется млечный сок. Млечный сок должен быть обмыт теплой водой, это обязательно для того, чтобы он не закупорил поры. Черенок хорошо укореняется, либо сразу в горшке под банкой стеклянной накрывается, либо в воде. Никаких проблем по черенкованию фикусов этих у вас не возникнет абсолютно. Когда черенок у вас укоренится, следует поговорить о земле. Инжиры очень нетребовательны к почве, единственное, что они от нас потребуют, это чтобы мы не забывали, что они любят жить в нейтральной или щелочной почве. Если у вас почвы кислые, кстати, вот этот вариант, как понять, какая у меня земля на участке, это легко сделать. В садовых магазинах продаются лакмосовые бумажки. Берем, делаем жидкие растворы в вашей земле с водой и, соответственно, опускаем лакмосовую бумажку. Индикаторы там написаны, и вы определите сразу, у вас она либо станет синей, либо красной, в зависимости от кислотности почвы. Вводить в заблуждение не буду, там у вас все написано на инструкции по пользованию. Таким образом, вы поймете, если у вас вдруг почва кислая. А можно определить это, в принципе, и по другим признакам. Например, если у вас торфянники, торфяные почвы, то вы можете сразу знать, что они будут кислые. Они инжиру слабо подходят, поэтому в такие почвы всегда добавляются подчелачивающие вещества. В частности, у нас самый доступный, это обыкновенный мел, который продается в хозяйственных магазинах или строительных. Мел для побелки или и свистей. Вот они быстро щелочат почву. Итак, мы своему инжиру предлагаем почву нейтральную садовую или щелочную. Кислотная почва его угнетает. Более никаких претензий к почве он вам не будет совершенно передъявлять. Теперь, у вас черенок маленький, какой ему предложить горшок. Инжир великолепное растение, которое быстро совершенно осваивает горшок любого площади. Поэтому вот даже такому крошечному растению можно предложить горшок вот такого диаметра. Единственное, к чему мы стремимся. Инжиры, чем старше они становятся, тем тяжелее переносят пересадку. Потому что так или иначе, это уже будет объемное растение, вам с ним будет трудно ухаживать и так далее. Поэтому дадим черенку подрасти вот в таком горшке диаметре. Потом сразу предложим ему катку величиной не меньше ведра. Тогда уже мы можем в этой катке его выращивать по многому-много лет. Единственное, что если мы его выращиваем в одной катке много лет, мы должны прекрасно понимать, что рано или поздно он превратит землю, которая под ним, в совершенный порох. И тут без вашего участия, без ваших подкормок, он не может существовать, конечно, никоим образом. В старых катках, если вам трудно пересаживать уже взрослое растение, вы должны будете счищать верхнюю почву глубиной хотя бы до 3 сантиметров и подменять его более свежим субстратом сверху. Таким образом, при поливах земля начнет обмениваться друг с другом. Рано или поздно свежая земля попадет к корням вашего растения. Эту подмену желательно делать каждый год весной. Помимо этого, его нужно подкармливать удобрениями. Конечно, инжиру больше понравятся у нас с вами обыкновенные, не минеральные удобрения, а, например, тот же самый коровяк, птичий помет, в конце концов, биогумус. Поэтому у нас сейчас продаются удобрения разные. Есть минеральные, а есть такие как бы биогумусные. Поэтому его лучше поливать именно такими растениями. Пропорцию вы увидите на инструкции. Единственное, могу сказать, с какой периодичностью. Период с весны по лето. Вы должны его поливать и прикатливать каждую неделю, учитывая, что это растение могучее, само по себе это раз. А во-вторых, что оно у нас все время как бы растет плоды. Единственное, если вы собираетесь употреблять их в пищу, то перед тем, как вы их начнете употреблять, а это будет примерно октябрь, за месяц до этого вы удобрений минеральных не даете. Органические можно от минеральных воздержитий, чтобы их не получить в плоды. Месяца вполне достаточно, если они постоят, чтобы эти плоды были совершенно полезны для организма и не принесли никаких нитратов и нитритов. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Значит, таким образом мы подкармливаем наше растение. Если мы его все-таки заносим в погреб, то держим его там сухо, инжир без потери для своего здоровья вполне переносит безводное содержание в течение длительного времени. Этого не боится, не переживайте. Но если уже сильно у вас, как говорится, душа болит, можете за зиму один-два раза его полить немного. И в таком вот состоянии, без подкормок и без ничего, пребывая в состоянии покоя, оно будет существовать. Весною начинаем опять обильно поливать. Инжир у нас растение очень светолюбивое. То есть света оно не боится. Но сразу напоминаю, вынося его из темного помещения, вы должны его потихонечку приучить к свету. Сначала ставим в тень, потом в полутень, или хотя бы обильно прикрываем, потом потихонечку приучаем и оставляем. И уже на самом светлом участке вашем ничего с ним не произойдет. Вот, рекомендую, если у вас есть такая возможность, все-таки растение высаживать в грудь. Это ему понравилось. Но если для вас это затруднительно, то не забывайте, пожалуйста, что кадочное растение полива потребует гораздо больше. Поливаем щедро, не отказываем растению возможности выжить, потому что кадка находится над поверхностью земли, испаряет очень быстро свою влагу. Итак, самое светлое место, обильные поливы, подкормки, о которых я говорила. И в таком деле мы его содержим до самой осени. Если мы к нему подойдем с великой ответственностью, то он нас наградит плодами два раза в год. Я считаю, это вполне уместно. Итак, нам осталось только растение посадить. Для его посадки я беру обыкновенную садовую землю. Поскольку у меня с углинок, и рассчитывать на то, что у него там какая-то кислотность уже чуть-чуть повышенная, я не буду. Это, в принципе, не о с углинках. С углинки, как правило, бывают все нейтральные, а тело-щелочные. На всякий случай все-таки лакмитовой бумажкой померяю, если вдруг у меня кислотность будет повышена, потому что я выращиваю хвойники, а хвойники всегда окисляют вокруг себя площадь. То есть часть игл падает, или даже хвоя, и закисляет под собой почву. Для того, чтобы все-таки избежать всяких нюансов, я перед тем, как посадить инжир в грудь, добавлю пригоршню мела, перекопаю, и потом только посажу его туда. Так что это не проблема. Насыпаем. Обязательно добавляю угольки. У меня просто на них зуд. Я угольки добавляю везде, поскольку считаю, что растение, оно очень полезно. Теперь, не ломая кома, который был у меня здесь, черенок куплен у надежных людей, которые выращивают инжир, я сейчас обзавелась одним, но обязательно через время куплю еще один-два, а то и три, а потом разведу сама себе инжирную рощу. С одними инжирами попробую их даже в грунте выращивать, по тому принципу, как я вам сказала, а кое-кого в катке буду заносить в погреб. У меня такая возможность есть, для меня это не проблема, поскольку живу я в частном секторе, погреб я имею. Все, инжир посажен. Моя задача его полить, и в принципе, в мае месяце он у меня отправится в сад, где он будет произрастать, как настоящее дерево, за которым я буду, конечно, ухаживать и не забывать его подкармливать. Вот такая у нас была история про наше фиговое дерево. Всего доброго.